Вот когда женщина не хочет замуж выходить, значит она не может. Главная причина одиночества для женщины в данном случае ее слабость психическая. Она просто не переваривает вот этой силы мужской природы, ответственности. Ей очень тяжело, понимаете, ей очень тяжело, ей трудно жить. Поэтому по этой причине некоторые женщины начинают женщинами жить вместе, а не с мужчинами. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Что эта социальная проблема, однополые браки, она возникает из этого. Что женщине, когда очень тяжело с мужчиной жить, а она не может одна, у ней меняется восприятие, половые чувства по-другому настраиваются. Но тарак постоянно привязывается. И рекомендуем, где-то приказы выставляют, что я их не тут, правда. Но эта внутренняя привязка, она появится от той. Могу ли я в своих молитвах подведить вот эту вот судьбу? Что мне сделать для того, чтобы она как-то вот поняла? Она является трамплином для вас. Трамплином. Какого? Ну, когда лыжник едет с горки. Там есть трамплин, потом он и взлетает. Ну, то есть она трамплином является для вас. Вы никогда не сделаете ее сильной. Но сильнее можно сделать. Вы будете молиться, вы станете сильнее, а у ней просто жизнь наладится. Можно. Она будет замужем? Уверена, что вы поняли? Очень большой объем. Очень большой. Вот первое, вы правильнее сказали, она не может выйти замуж. Вы правильнее сказали. Она не может, она не принимает. Да, но я вам говорю, что можно так молиться, чтобы она вышла замуж. Есть семинар, называется «Победа над трудностями судьбы». Там техника молитвы описана. Послушайте и молитесь, молитесь, молитесь. Молитесь и молитесь. И в какой-то момент вы увидите, что она начнет интересоваться жизнью. Она начнет гулять, улыбаться. Это значит, что поезд тронулся. Пошло. Ну все, значит, все, движемся в нужном. Можно общаться с друзьями, с друзьями, с друзьями. Все, идет все по плану. Сначала общаемся с подружками, потом радуемся подружкам, потом становимся красивой, сшибаем с ног мужика, потом ее надо уговорить за него выйти замуж, потому что они понимают, как он упал с ног, и я на него замуж, я же сильнее. Как я за него замуж буду уходить? В этот момент надо и объяснить. Хоть ты и сильнее, а замуж все равно надо. Если она согласится, то будь счастливой. Все.